Уценил чужую машину и чуть не задавил людей водитель Шевроли Ланос в чистых прудах. Сначала на улице Чистопрудненской он протаранил Рено, затем на улице Мостовицкой залетел на тротуар и проехал в нескольких сантиметрах от пешехода. Правда, вскоре нарушитель застрял в сугробе и его задержали те самые пешеходы. Подробности в нашем следующем материале. Эта камера установлена в Рено. Водитель общается по телефону с другом, как вдруг в машину врезается попутный автомобиль. 8-2-4, 8-2-4, 8-2-4. Лихач наш Шевроли Ланос заехал на улицу Мостовицкую, потом свернул на тротуар и чуть не сбил пешеходов, Наталью и ее мужа. Увидели, что оттуда выезжает мужчина. Мы не обратили внимания, мы пошли так же прямо. Мы видели, что он едет на нас. Мы уже дошли вот отсюда. У меня как раз муж зашел сюда, а я здесь вот была. Он подходит ко мне, машина-то уже заезжает на тротуар, он меня просто вот так вот за куртку отдернул. А, чего, получается, не сбил? Он меня чуть не сбил, да. Он просто поехал вот так вот, прямо как ехал, так и поехал туда. Позже нарушитель заострял в сугробе. Он меня сейчас сбил просто. Очевидцы решили узнать, все ли в порядке с водителем и заодно сняли его на видеокамеру. Оказалось, в машине он не один. Молодой человек, вы что? Вы что, нормальный, нет? Куда ездите? По трудоварному. *** Давай-ка все выходите из машины. Да. Дружненько. Хорошо. Дружненько все вышли из машины. Тем временем водитель Рено Константин подсчитывал ущерб от ДТП. Вот. Потом черта по крылу, по двери от зеркала идет. И передний крылок. 20 тысяч минимум. Пытался договориться, по-моему, чтобы мы не вызывали полицию просто. Полиция была неподалеку и подъехала к Лихачу. Водитель Сергей Широков спорил с пешеходами, что он не скрывался с места аварии. Как ты на пусте лица, если ты находишься в другом месте? Я уехал. Сейчас я спешу. А как ты мог? Как тебя зовут? Наряды отъехали. Вы, может, не заметили, когда повредили чужую автомобиль? Не снимай меня. Так ты объясни мне. Я говорю, не снимай меня. На водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Теперь водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Сейчас за отказ от экспертизы Сергею грозит штраф и лишение прав. Предстоят еще и хлопоты, связанные с ремонтом авто. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.